Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я в магазине Фамилия. На самом деле, чисто случайно решила посмотреть, работают ли торговые центры, пускают ли туда без QR-кода. Вот, и оказывается, пускают, а они будут пускать только с 15-го числа. В общем, я спокойно прошла, все тоже спокойно проходят, гуляют, кто-то даже ходит без маски, поэтому, ну, как-то так. В общем, решила зайти в магазин Фамилия, давно там не была. Люблю этот магазин, очень люблю. Люблю там поговоряться, найти что-нибудь интересненькое и так далее. Ну, и, соответственно, погуляю вместе с вами. Бокалы, мисочки, всякие тарелочки, много всего нового появилось. Кстати, мне понравились вот эти овальные блюда, не вот это, а вот те овальные блюда, они мне понравились, но надо такую посуду, наверное, подбирать. Что-то я посмотрела и положила обратно. 799 рублей стоит. Вот, ну, такие симпатичные блюда, так, на праздничный стол что-то положить, там, какую-то закуску. Мне кажется, очень красиво. Много всего появилось новенького, ну, такого из декора, посуды, я имею в виду, из одежды. Очень много верхней одежды тоже появилось. Такой кролик, он был там со сколом небольшим, поэтому я его не взяла. Так бы взяла с огромным удовольствием. Вот, еще раз повторюсь, что здесь все, и посуду, и все, что вы берете, нужно хорошенечко просматривать. Здесь все новое, не БУ, я об этом тоже уже говорила. Но, бывает, попадают там с каким-то либо производственным браком, либо со сколами какими-то, ну, что-то такое. То есть нужно внимательно, конечно, смотреть. Ну, и целый сервиз вы здесь навряд ли наберете. Вот, а так какие-то такие мелочи для кухни, для быта, для декора, конечно, можно найти. И очень даже красивые, хорошие, качественные вещи. Вот, ну, и, конечно, тут еще в баночках застряло много новеньких всяких баночек появилось. Вот такая наподобие у меня есть. Кстати, в Фаберлик ее заказывала. Вот такая тоже симпатичная баночка. Вот, можно подписать. Тут, наверное, специальный либо фломастер, либо мелком. Чем тут? Не знаю, надо подписать, что у вас там лежит. Вот такая большая тоже баночка. Прикольная, но она тяжелая очень. 489, по-моему, рублей она стоит. Вот, цены, в принципе, очень даже неплохие, я считаю. Вот, ну, да, барахолка такая некая, но здесь вещи новые. Тоже всякие корзиночки. Привезли немного, конечно, новых, но все же есть тоже такие всякие симпатичные. Для хранения чего-либо можно замечательно что-то найти. Такое очень симпатичное. Текстиль, как всегда, но из текстиля мне ничего не надо было, поэтому я так просто прошла, посмотрела. Обувь. Кстати, обращаю внимание, что в последнее время вижу тут очень много людей, кто меряет обувь какую-либо. Вот, но я как-то, не знаю, редко захожу вот в этот отдел с обувью. Я в основном вот по всяким домашним штучкам вот здесь хожу, потому что их здесь очень много. Такие всякие контейнеры тоже для хранения 229 рублей стоят. Вот, пледики там новые тоже появились очень интересные. Вот, тут видите, даже есть какие-то предметы, небольшие мебели, такие пуфики прикольные. Вот, и верхняя одежда, да, появилось очень много верхней одежды и мужской, и женской. Прямо там и пуховики, и куртки. Очень много всего, очень много людей вот как раз смотрят верхнюю одежду. Нижнее белье тоже появилось там новенького, но я так что-то ничего не взяла. Ну, поковырялась, конечно же. Вот, можно найти хорошие всякие бренды здесь. И, ну, то есть хорошее нижнее белье можно купить по очень хорошим адекватным ценам, на мой взгляд. Вот, плюс еще по понедельникам же в этом магазине скидка 7%. Так что вообще красота. А так по будням 5% до пятницы, а в субботу, в воскресенье нет вообще никакой скидки. Вот этой марки, кстати, хорошее нижнее белье брала уже не первый раз. Вот, ну и в самом торговом центре на самом деле людей не так много. Я бы даже сказала, практически никого нет. Типа, пустой торговый центр. Наверное, многие думают, что уже нужно посещать с QR-кодом. Так, приехала я домой. Давайте сейчас быстро покажу мясные покупки. Уберу все и потом покажу, что купила в фамилии. Уговорила меня женщина, сказала, что им стали привозить очень вкусные пельмени. Вот такие вот. И просто меня уговорила. Сказала, что они очень-очень вкусные. Вот такие и вот такие вареники с картофелем. Здесь просто картофель без всего. Вот, потом купила фарш. Сейчас объясню, почему я купила фарш. Здесь где-то килограмм. И вот такие вот куриные купаты. Я сегодня готовить не буду. Сегодня у меня поэпиде от племени. Это я просто уберу в холодильник. Буду завтра уже с утра готовить на несколько дней. Вот. И будет, соответственно, рубрика такая. Так, кусочек сыра белорусского. Но это другой. Мы в прошлый раз там с такой красной оболочкой. Это тоже белорусский сыр. Но как-то по-другому называется. Тоже Моздам. В общем, какой-то другой вот кусочек решили взять, попробовать. Кстати, люблю, когда вот такие дырки большие. Дальше. Вареная колбаска. Маленький кусочек вязанки мы взяли. И вот такая колбаска еще. Вот эта типа а-ля Краковской. Не знаю, чья она, но она очень вкусная. Вот не первый раз ее беру. И тоже меня уговорили вот такой вот кусочек взять. Окорок, по-моему, это. Такой типа копченый из натурального мяса. Там типа натуральное мясо, больше ничего нет. И здесь вот есть косточка небольшая. В общем, такой вот кусочек. Вот. Фарш у меня домашний. Да, я сказала, нет. И вот такие вот из сладкого. Взяли вот такие мармеладки. Они очень вкусные. Не знаю, как они называются. Но если где-то увидите, вот такие вот. Обязательно возьмите. Они внутри, как сок такой содержат. Очень классный. И халва. Девочки, взяла вот такой большой кусок халвы. Огромнейший. Сейчас я вам немножко фаршика дам. Радуются. Радуются все. Радуются мои дети. Вот. В общем, халвы. Кусочек обычный классическую я люблю. Там еще у них есть семечки. Есть из-за разницы. Много всего. Все, дерутся тут у меня дети. Сейчас я. Немножко фаршика, да. Вот. И уберу это все. И покажу покупки с фамилией. Так. Ну что. Сейчас покажу покупки фамилии. Пару слов к полному торговому центру. Спросила я там. С 15-го числа будет QR-код. До 15-го числа можно... Сказали, можно пускать всех. Это я в шапке была. Видите? Все. Примята. Сейчас. Даже не посмотрела на себя сейчас. Сейчас покажу покупки. Надо все убрать. Этим фарш дала. Немножко я им чуть-чуть даю. Потому что фарш домашний с свининой не стоит много давать. Вот. Так что вот так. Так что те, кто в Санкт-Петербурге, до 15-го числа, если вы хотели что-то купить, пожалуйста, в торговый центр можно спокойно идти. После 15-го уже только по QR-коду. Не знаю, как там будет, наверное, на входе. Как-то проверять и так далее. В общем, фамилию я сходила, я так понимаю, в последний раз. Поэтому накупила, там оставила много денег. Одним словом. В общем, давайте покажу. Смотрите, сколько всего набрала. Ой, кошмар. Мне многие, кстати, писали, что у вас там в других городах или даже в районе Санкт-Петербурга, только в других районах, плохая фамилия, нет такого выбора, как у нас. Приезжайте к нам в торговый центр «Меркурий». Вот. Погуглите, посмотрите. Вот там как раз фамилия, в которой я обитаю. Мне она очень-очень нравится. Давайте начнем, наверное, с посуды. Да? Нет, давайте вот с этого, с самого большого начнем. Купила вот такую. Это пластик. Вот такую как бы сумку. Знаете, для чего я ее использую? У меня была похожая, только такая, знаете, типа корзины с ручками такими. Тоже вот такая пластиковая. У нее отвалилась ручка. Я использую, постирала. И вот постиранное белье, чтобы отнести, например, на ту же улицу повесить. Или вообще донести, повесить. Собираю сюда также грязное белье по дому в эту корзинку. Очень удобно. Здесь вот такие большие ручки. Вот, конечно, много, ну, много и тяжело, да? Вот. Но вот она такая огромная. И стоила она, сейчас вам скажу, сколько? 599 рублей. Вот. Супер. Вот такая она прямо огроменная, огроменная, классная. Вот для этих целей я ее буду использовать. Очень удобно. Все ждала, когда предыдущую свою я тоже фамилию покупала. Но она мне прослужила очень долго. Года 4, наверное. Все ждала, когда появится что-то такое фамилия. И вот появилась вновь. Так что, соответственно, с удовольствием купила. Мне все равно, какого цвета у меня стоит там, где я стираю. Купила бокалы. Помните, в прошлый раз я вам показывала, что мне очень понравились такие цветные бокалы. Но сам факт цветных бокалов я не хочу. То есть, чтобы они были не цветные. Хочу. И там остались только такие тоненькие. Можно на Озон заказать, да? Там где-то наборами продаются. В общем, Леофан. Не хулиганчий. Я его вот еще на прививку, кстати, успела отвезти. Все, бегом-бегом тут. Быстро, чтобы везде успеть. Потому что не ожидала, что торговый центр будет открыт. Купила вот такие бокалы. Сейчас я открою. Стоили они 999 рублей. Набор 6 штук. Смотрите, какие прикольные. Вообще, очень люблю там покупать бокалы, стаканы, всякие кружки и тому подобное. Вот такие вот классные бокальчики. 6 штук. Я буду их использовать, ну, как бы на каждый день, на ужин. Это не значит, что я каждый день пью вино. Но каждый день на ужин, ну, там, компот, сок. Что-то я обычно наливаю. Лимонадик какой-нибудь. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот. Тоже толстое стекло. Тоже очень классные такие. Вот. Мне понравились. Вот. Ну, может быть, не всегда буду их использовать. Но иногда хочется мне красиво насервировать стол. В принципе, обычно вечером я и накрываю стол красивенько, вот. Так что будет. То есть, или просто воду сюда налил и выпил. Вот. Так что вот для таких целей. То есть, не для вина. Ну, и вино, конечно, тоже можно. Чего нельзя, тогда, да? Красное, белое, как бы хочешь. Сегодня была скидка по карте 7%. Так что 999 рублей минус еще 7%. Два коврика в ванной. Стоили они каждые по 349 рублей. 50 на 80. Это не для ванны, это, в принципе, коврики. Но у меня вот на втором этаже там нет душа. Там просто, ну, соответственно, туалет и раковина. И я вот одну положу около туалета, одну положу около раковины. Вот такие вот. Видите, какие классные коврики. То есть, два одинаковых взяла. Вот. Тоже все смотрела. Оба по 349 рублей, 50 на 80. Классные коврики вот такие. Вот такие классно стирать стиральные машинки. Я их так и стираю. Я раньше в Икеа покупала коврики подобные. Но сейчас увидела здесь 349 рублей. Такие симпатичненькие. Самое то. Так. Также купила набор вешалок. Здесь 10 штук по 349 рублей. Мне кажется, даже дешевле, чем в фикс-прайсе. Мне тут помощников все помогает. Да. Вот. Такие розовенькие. Ну, это я себе. Вот. Они, видите, такие прикольные. Они как бы металлические. Но вот это немножко такое, как прорезиненное. Прикольные вешалки. 10 штук сам эту. Вот. Также купила вот такую миску. Смотрите, какая прикольная миска. Просто. Смотрите, какая классная. Она такая прямо увесистая, тяжелая. Надеюсь, что мои не разобьют. Значит, она стоила тоже 399 рублей, минус 7%. Я там фарш всем дала. Видите, мисками кормят. Фарш раздала. Вот. Леофанушка, подожди сейчас тебе. Подожди, мне тут ворует все. Вот. В общем, довольно очень. Миска классная. Подожди сейчас тебе сюда. Давайте. Я сейчас дам. Это я Леофану купила. 109 рублей. Мышь из натурального меха. Вот такая вот. Ее, кстати, тут можно подвесить. Мордочка у него, конечно, не очень. Ну, на, на тебе. На. Нравится. Нравится тебе. На, держи. Держи. Это бедняга. Тебе уколчики сделали. Да. Ну, держи. Держи, держи. Он любит у нас в зубах все таскать. Сейчас Жусенька тебе тоже дам. Подожди. В общем, моим детям. На, держи. А это я как раз купила Джуси. А, стоила она 239 рублей. Это Джусенька игрушка. Как человечек какой-то. Вот такая вот игрушка. С мячиком. Угольчатым. На, Джус. Джуси, на. На, держи. На. Нет. Старшие-то у меня не играют. Только младшие играют. Вот. Еще купила вот такие вот стаканчики. Прикольные. Это моим сыночкам. Прикольно. Они меня любят на второй этаж таскать себе воду. И не только воду. Вот. В общем, желтый и зеленый. Такие прикольные. У них были подобные стаканы. Они, конечно же, разбили. В общем, купила новый. Бутылка питьевая. 199 рублей. Стоит. Ну, в общем, горячий, наверное, не стоит сюда наливать. Это тоже 199 рублей. Ну, прикольные. Вот. Сыну моему старше. Сейчас пока дома. Сейчас за младшим пойду. Ему очень понравилось. Прикольные, да. Скажите, тут какие-то черепушки или кто тут? Непонятно. Вот такие смешные. Вот. И купила себе вот такую терку. Тоже давно на нее смотрела. Потому что моя терка, во-первых, уже и плохая. Ей уже сто лет в обед. Вот этот раз. А во-вторых, у меня нет вот такой терки. Какой? Какой еще? Вот такой вот. Видите, такая мелкая. Бу, она пришла тоже. Бу, она тебе ничего нет. Бу, не фаршка дала. Вот. Вот такую мелкую терку. Вот, например, сыр там мелко потереть или так далее. У меня есть такая, которую в руке нужно держать. Не всегда это очень удобно. Здесь еще вот такая терочка. Вот такая. Это для морковки, да. Можно вроде бы вот такая. Вот такая. В общем, я подумала, что у меня такая терка будет в самый раз. И терка эта стоила 449 рублей. Вот. Представляете? Так что вот такие вот у меня были покупки. А фарш я, кстати, забыла сказать, да. Сказала, сейчас скажу. У меня сломалась. Представляете, беда. Просто беда. У меня сломалась моя... Как ее? Мясорубка. У меня такой комбайн. И на комбайн насадка для мясорубки. Она у меня сломалась. Причем муж сказал, что, скорее всего, ее уже не починить. То есть у меня опять... Опять нету мясорубки. Это ужасно. Поэтому я купила фарш. Не знаю, надо будет посмотреть. У кого есть мясорубка, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой у вас марки. Она, какая может модель, нравится вам или нет. Потому что, не знаю, мне надо смотреть мясорубку, потому что хочу. Я и купата же научилась делать. Вот. И фарш, ну, свой он и дешевле получается, и вкуснее. Вот. Я же и говяжий делала, и с курицей, и с индейки делала. И с... Ну, в общем, разный фарш. С ним делаю. Закупаю в ленте мясо по акции. И перекручиваю фарш. Вообще отлично. Фарш вообще везде хорошо идет. Сейчас купила домашний фарш по 430 рублей за килограмм. Вот. Ну, вот там в мясной лавке, где я покупаю, там фарш, конечно, хороший. Хотела еще купить кости. Хотела купить курицу еще. Но у них не работает вот этот терминал по оплате картой. Вот. Только наличка. В общем, выгребала всю наличку, которая у меня была. Оплатила, купила. Вот. Что купила. Что называется. Хотела еще хурму купить. Ну, в общем, там овощи, фрукты. Но не работает терминал. Без налички, конечно. Ну, все, что выгребала, на то и купила. Вот. Два рубля у меня, по-моему, всего лишь осталось лет. 22. Что-то такое. Представляете? Так что, вот такая вот история. Ну, вот. В общем, буду сейчас все мыть, убирать. Кстати, по поводу вот этих наклеек тоже. Мне типа нафига вот так вот наклеивают. Ну, я с вами согласна. Но я обычно их очень так медленно. Но при этом аккуратненько вот так подцепляю и отклеиваю. У меня получается хорошо отклеивать. Здесь не такой прям сильный клей, который невозможно отклеить. Ну, вот они везде, да, везде наклеивают вот это все. Это вот на бокалах, слава богу, только нет. Так, и на миске на это тоже вот здесь вот. Все буду сейчас вот скребать, отклеивать. Ну, а они хорошо отходят. Даже с картонных каких-то коробок хорошо быстренько отходят. Так что, кто в Санкт-Петербурге, пожалуйста. У вас есть неделя эта. До 15-го числа можно сходить в торговый центр. Я вот просто мимо решила. Решила, думаю, дай-ка пойду посмотрю. Смотрю, люди заходят туда. Не скажу, что много народа в торговом центре. Но и в сентябре было тоже мало людей. Ну, как бы жалко, потому что торговые центры, мне кажется, некоторые точки, которые не сетевые магазины, они вполне могут закрыться из-за такой ситуации, когда не будет покупателей. Что такое вообще? Читала в новостях, говорят, что чуть ли не в 6 раз упадут продажи в торговых центрах из-за того, что введут вот этот QR-код с 15-го числа. С 1-го декабря там вообще, по-моему, у нас... В новостях подсчитала, что, по-моему, с 1-го декабря вообще везде нужны будут QR-коды. Ну, кроме там метро, общественного транспорта и продуктовых магазинов. Продуктовые магазины можно без QR-кода. Там даже никто не проверяет. Только маски, перчатки. Ну, в перчатках никто не ходит. У нас даже в масках практически никто не ходит. Я вот была в этом мясном магазине. Некоторые вообще без масок. Мне кажется, людям просто надоело все это уже. Вот. Так что вот так вот. Вот такие вот у меня были покупки. Вот. Ну, я на сегодня буду с вами... О, я же вам самое главное еще не показала. Сейчас, девочки. Самое главное, что я, можно сказать, схватила и побежала. Вот такое вот платье. И вот его ценник. 149 рублей. И еще минус 7%. Вы представляете себе? Единственное, что это 44-й размер. Я бы взяла 46-й. Почему? Сейчас скажу. Потому что оно, видите, облегающее. Оно такое оранжевое. Прямо такого морковного цвета классного. Я буду носить его как домашнее платье. Я думаю, что будет супер. Вот так называется марка. Просто. Ну, я уже не буду девочке примерять. Но оно прям обтягивает меня. Я честно признаюсь. Прямо животик обтягивает. Я примерила там в примерочные. Ну, прямо... Кстати, примерочные нормально, спокойно работают. Сейчас все работает. Оно длинненькое такое. Очень плотненькое. Сзади идет разрез. Ну, не буду уже примерять. Потом в каком-нибудь влоге все равно меня увидите в нем. Вот. Но втягивает меня, да. Взяла бы 46-го размера бы я. Побольше бы, чтобы не так сильно прям в облипку было. Но был только 44-й. И за такую стоимость, мне кажется, прям грех не взять. Да, девочки? Кто со мной согласен? Я думаю, что все согласны. Ну, представляете, платье. Считайте, сколько? 130 рублей? Да? 130 рублей платье. Это же вообще это... Ну... Это даром. Тем более такой цвет. Я очень люблю такой цвет. Желтый и вот такой оранжевый. Прям такой, знаете, как морковный цвет. Такое классное платье. Ну, будет меня обтягивать. Ничего страшного. Может, подрастянется. Да? Хотя, навряд ли. Ткань такая достаточно плотная. Я думаю, что не подрастянется. Но... Ну, дома нормально. Дома пусть будет в обтягивающем. Ну, так животик, конечно, не виден. Ну, в общем, нормально. За 130 рублей. Девочки, я думаю, что... Ну, я еще там поковырялась дальше в платье. Может, ни одно больше такое не нашла. Единственное, что нужно... Если фамилии видите, вот такую цену вообще вот... Я как-то помню, там, за 200 рублей платье покупала. Представляете? Вот. Если видите такую цену, обязательно проверяйте само изделие. Ну, вот саму одежду. Потому что такую цену обычно дают на... Какие-нибудь рваные вещи или сильно испачканные вещи. Но бывают пятна, например, там от тоналки, да? Которые можно спокойно там мицелляркой прийти, дома протереть, постирать, и будет нормально. А есть прямо вот пятна, которые, ну, сразу видно, что будет очень тяжело вывести. Такие вещи тоже зачем брать. Или рваные, или без пуговиц бывает. Если вы там, ну, пуговицы-то можно пришить, купить. Ну, там, кстати, висела одна блузка. Стоила она, правда, 500 рублей. Ну, какая-то там, типа, брендовая. Без пуговиц. Ну, причем, если пуговички купить, пришить... Блузка красивая такая. Ну, как рубашка такая. Вот. Ну, и они стала. Я и шить это вообще. Две разные вещи. Знаю, что я не сошлю ничего. Не, ну, пуговицы пришлю, конечно, чушь. Я уж не совсем уж. Вот. Так что, девочки, буду на сегодня с вами прощаться. Я пошла убираться. Мне еще потом за младшим собаками гулять. На ужин сварю пельмешки. И все. Я свободна. Вот. Потому что что-то у меня сегодня полутора. Все бегом-бегом-бегом-бегом. Вот. Но фамилия вот закупилась. Как в последний раз. Да. Вот. Так что все. Еще раз говорю. Всем здоровья. Самое главное, не болейте. Вот. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok